Завершился первый блок международного театрального фестиваля «Русская классика». Победителей определяли среди детских и молодежных коллективов. Церемония закрытия состоялась во Дворце культуры «Чайка» 13 апреля. Подробнее Наталья Жукова. На сцене «Чайки» уже знакомая поклонникам русской классики персонажи. Театропланетянец планеты Театрон. Неземные существа приземлились в Лобни еще в день открытия фестиваля. И так полюбили русскую классику, что решили остаться до ее финала. А на церемонии закрытия было на что, а вернее сказать, на кого посмотреть. Свои постановки представили 45 коллективов из Москвы, Подмосковья и Владимирской области. Артистов поприветствовал глава города Евгений Смышляев. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие, пожелать вам успехов, дальнейшего развития, совершенствования. Основная задача фестиваля – воспитание хорошего вкуса к литературе и театральному искусству. Поэтому на сцене театра, как и в предыдущие годы, актеры разного возраста. В этом году в фестивале приняли участие сразу три дошкольных учреждения. Вышли и такие спектакли. Ну, с детьми вы сами знаете, что это сложно вообще сделать. С ними репетировали. Ну, то есть, мне кажется, вот это вот в этом году одно из самых таких ярких событий. Лучшим спектаклем среди детских садов стала постановка «Рябинки. Девочка со спичками». За 24-летнюю историю фестиваль «Русская классика» стал невероятно популярен. Отчасти поэтому почти в каждом образовательном учреждении города сегодня существует театральная студия, и большинство из них регулярно участвуют в фестивале. Театральный коллектив школы номер 5 «Пятая волна» на «Русской классике» уже не в первый раз. В предыдущие годы они становились победителями в номинациях «Лучший дебют», «Лучшая режиссура», «Лучший спектакль». И вот, наконец, лучшая награда – гранд при фестиваля. Но гранд при никак не ожидали. Была на многих спектаклях, которые проходили в рамках фестиваля «Русская классика», и видела, какие были сильные коллективы, интересные спектакли, такие неординарные режиссерские решения. Как-то мне казалось, что мы, может быть, не дотягиваем, а казалось, что мы стали лучшими. Для постановки Светлана Шурова выбрала произведение любимого писателя Антона Павловича Чехова «Рассказ «Душечка». Главную героиню Ольгу Семеновну Плюмянникову доверила сыграть десятикласснице Насте Мироненко, которой предстояло понять и передать сложный и неоднозначный образ. Это трагедия ведь, то, что происходит у нее в душе. Ну, в основном, вот в этом была самая большая сложность, чтобы просто прочувствовать ее жизнь. По мнению жюри, у актрисы получилось. Она стала первой в номинации «Лучшая женская роль» среди школьных театров. Для юных артистов «Русская классика» – это не только площадка, где можно попробовать себя в роли актера. Здесь у ребят есть возможность стать и постановщиком спектакля. Режиссеру «Ежика и медведя» Милене Домингес всего 15 лет. Признается, что руководить актерским составом из клуба читальни Галины Мамонтовой оказалось совсем непросто. Дети, они же все взволнованные и, конечно же, было очень сложно заставить их слушать определенные моменты. И вот это, по-моему, было самым сложным. Самый молодой режиссер фестиваля получил диплом за режиссерский дебют. Ну а главный приз в номинации «Театральная студия учреждению культуры» достался театральной студии «Лиг из Москвы» за спектакль «Пансион 1905 год». Аналогичную награду среди самых взрослых коллективов завоевал спектакль изложения в трех куплетах Народного театра «Лаборатория 307» из Красногорска. Впрочем, в завершении театрального праздника все участники русской классики были награждены грамотами и дипломами. А главным поощрением стал огромный торт с театральной символикой.